Россия в глобальной политике Видеоверсия Доклад американской разведки о том, как чувствует себя и что думает окружающий Америку мир. Естественно, нас больше всего интересует то, что они думают про нас, особенно принимая во внимание, что это все-таки разведданные. База для этого доклада, это все-таки разведданные. Любопытнейший момент, который меня прежде всего в этом докладе привлек. Разговор такой, с точки зрения американских разведчиков, для России отношения с Соединенными Штатами В ближайшее время приоритетом номер один не будут. А таким приоритетом будут отношения со странами бывшего Советского Союза, то есть странами постсоветского пространства. Прежде всего, я хотел попросить вас прокомментировать такой пассаж. Ну, вообще не надо обладать доступом к секретным разведданным, чтобы сделать такой вывод, потому что это написано, например, в концепции внешней политики Российской Федерации. Недавно новая версия ее была опубликована. И там, в общем, традиционно, это всегда так, в списке. Очередность излагаемых тем или регионов начинается с СНГ, постсоветское пространство, потом идет Европа, потом идут США. Кстати, в этом документе, что меня поразило до глубины души, при всех наших бесконечных разговорах о переориентации на Азию, Азиатско-Сихоокеанский регион начинается в пункте 75. То есть, что бы мы ни говорили о том, что мир меняется, бюрократическое мышление перестраивается очень медленно. То, что Соединенные Штаты не являются и не могут являться тем приоритетом, которым когда-то были, это очевидно. Система мировая, в которой российско-американские, советско-американские, российско-американские отношения составляли такой стержень, она ушла безвозвратно. Я вот рискну сказать, что такого больше не будет просто никогда. Остатком этого стержня является ядерный паритет, который у нас существует. И в этом смысле мы никуда друг от друга не денемся, потому что он замкнут, он замкнут друг на друга. Но я бы тоже не считал, что это навсегда. Потому что многие эксперты сейчас пишут, что роль ядерного оружия как фактора, она снижается. И вообще вот идея паритета, то есть обязательного наличия равных возможностей для взаимного уничтожения, она тоже скорее уходит в прошлое вместе с Холодной войной. И мы видим, что даже вот переговоры о ядерном разоружении, которые всегда были палочкой-выручалочкой в российско-американских отношениях, сейчас они уже не так универсальны. Россия, например, дальше переговариваться на эту тему в данный момент не считает нужным. Ну, как бы нас устраивает тот уровень, который есть. Я думаю, что в конечном итоге это завершится тем, что восторжествует при всем нашем недружественном отношении, восторжествует концепция, которую американцы проводили при Буше. А не надо ни о чем разговаривать. Кто сколько хочет, тот столько и сокращает или имеет. Не в этом дело. Мы, мол, сами определяем, сколько нам надо, а русские тоже пусть сами определяют. Тогда это вызывало отторжение большое в Москве, потому что, ну как это значит, что мы не контролируем, мы не разрушаем баланс. Но вообще я думаю, что к этому будет идти, потому что каждая страна будет определять для себя такой, как это называется, минимальная разумная достаточность. Вот сколько надо, чтобы обеспечить свою безопасность. А это уже моя оценка, сколько мне нужно. А вот этот паритет, то есть вы нам 500, мы вам столько же, ну в общем он бессмысленен, потому что, так сказать, для уничтожения всего и вся достаточно 20, там или может 50 максимум, а куда остальное. И вот с уходом этой темы, если считать, что эта тема будет постепенно отходить в тень, действительно российско-американские отношения, вот этот эксклюзивный элемент теряет. Потому что экономически мы друг с другом почти не связаны. А почему? Вот это изумительно всегда поражавшее меня обстоятельство. Две громадных державы, воевавших между собой холодным способом достаточно много лет. И вдруг выясняется, что в общем есть немножко, мы в самолетах мы покупаем, что-то там дополнительно продаем, ножки Буша, и все. Компьютеры, телефоны мобильные, и все. Да и то, в основном уже они не из Америки. Да, да, они совсем, ну они только американские по названию. Почему так? Ну потому что, вообще говоря, мы друг от друга далеко. Чем торгует Россия? Ну вот на данный момент мы все стремимся к диверсификации, но все равно основой нашего экспорта является углеводороды. Трубы идут известно куда, они идут в Европу, сейчас пытаются довольно вяло, правда, начать их везти в Азию, там растущий рынок, но и все. Значит, Соединенные Штаты, во-первых, далеко, то есть туда трубу не проведешь, значит это как минимум нужно, там, жидкий этот сам, жиженый газ и нефть танкерами. Но у них нет недостатка в возможностях купить, зачем им, собственно, Россия, как для Европы Россия во многом безальтернативна пока еще. Для них нет, тем более, что по всем прогнозам Соединенные Штаты вот проблему энергозависимости от внешнего мира в течение ближайших 10 лет решат. А в остальном получается, что особо нам предложить-то нечего. Что касается американского капитала, то, в принципе, ну, конечно, он вкладывается по всему миру, и, казалось бы, Россия предоставляет кучу возможностей. Но здесь, вот любопытно, тут уже такая политическая, а может даже психологическая разница. Нам легче иметь дело с Европой, с европейским бизнесом, крупным европейским бизнесом, потому что в Европе традиция государственного патернализма бизнесу, как и у нас, гораздо сильнее, чем в Америке. В Америке, Америка, страна действительно построенная на том, что бизнес первичек, государство его обслуживает. В Европе, ну, не совсем, да, свободная рыночная экономика, но все равно, вот, можно встретились президент Путин и президент Саркази, скажем, или Алан сейчас, и договорились, что надо нам увеличивать объем. Это не значит, что Алан может приехать, вызвать себе капитана в бизнес, сказать, значит, так, вкладываем завтра в Россию. Конечно, нет, но тонким путем, значит, вот, какой-то сигнал, что, в принципе, есть возможность, и там будет политическая крыша, говоря специфическими терминами. Это действует. В Америке это, в общем, действует гораздо меньше. Там, скорее, наоборот, скорее, бизнес может проявить инициативу, как мы видели, там, какие-нибудь компании, крупные нефтяные, ExxonMobil. Они проявляют инициативу, а потом говорят государству, помогите нам, вот мы вот сейчас тут налаживаем, а вы окажите поддержку. Государство, безусловно, оказывает. Но психологически это другая модель, и нам сложнее гораздо с ней иметь дело. Ну, плюс дальше начинаются все эти вечные разговоры и темы по поводу инвестиционного климата и прочее, что, безусловно, ну, не бессмысленно, потому что с этим у нас есть проблемы. — Фёдор, сейчас задам вопрос, который впрямую к политике отношений не имеет, но тем не менее. Как вам кажется, психологически русский человек американцев по-прежнему воспринимает как врагов противников? — Ну, вот американцев как народ или Америку как страну, мне кажется, тут есть некоторые различия, потому что отношение к народу, я бы сказал, что у нас в силу того, что культурно американцы всегда присутствовали, там, не знаю, начиная с Марка Твена, Бичерстоун и так далее, и заканчивая... — Старик Хэм, извините. — Да, Старик Хэм, одноэтажная Америка, Ильфа и Петрова. Кстати, вот одноэтажная Америка — очень хороший пример. Это было в период, когда, ну, в общем, идеологически Советский Союз и Соединённые Штаты находились, там, мягко говоря, на разных полюсах, и Коминтерн всеми силами старался подорвать американскую мощь. Но при этом вышла, в 35-м, по-моему, году, вышла книга, которую до сих пор можно читать, абсолютно неангажированное, вот, интереснейшее описание Америки, как она есть, глазами любопытных новичков. И вот это, по-моему, довольно сильно, то есть интерес к Америке, как к другому обществу, понимают, у нас где-то сидит, понимают, что это общество построено на других принципах, и оно где-то нам нравится, где-то не нравится, но это очень интересно. А с другой стороны, есть, конечно, образ Америки, как мирового такого гиганта, который особенно после Холодной войны, когда утратился баланс, начал всем прочим навязывать то, что он считает нужным. И можно сколько угодно объяснять, там, специфику и причины каждой конкретной войны, которую Соединенные Штаты вели после 91-го года, чем я, вот, как специалист во внешней политике, без конца занимаюсь, когда встречаюсь, там, со студентами или с кем-то. Ну, в общем, отвлечься от того факта, что Америка много и охотно воюет против других стран, ну, причем война это не то, как раньше, значит, лицом к лицу единоборства смелых мужчин, когда прилетел беспилотник и раздолбал все, что можно вокруг. Вот, объяснять, что там, допустим, Россия, это не грозит по тем-то и по тем-то причинам, что Россия в любом случае не Ливия и даже не Югославия, но это надо объяснять людям, потому что люди, ну, глядя на внешнюю политику Соединенных Штатов, даже вот сейчас, когда она, в общем, изменилась, но инерция и этот вот внутреннее отторжение интервенционизма, который американцы взяли на вооружение, мне кажется, это очень сильно у нас, и это усугубилось. То есть это больше, чем было в годы Холодной войны. Можно ли говорить о том, что между Россией в ее современном виде и Соединенными Штатами в ее современном виде, в их современном виде, возможно, война? Нет, война невозможна. Ну, прежде всего, по причине наличия ядерного оружия. И, более того, я бы сказал, что вообще война между крупными странами в современном мире невозможна. Именно потому, что цена этой войны, а переход ее в ядерную фазу в случае, вот абсолютно невероятном случае конфликта, не знаю, там, США и Китая военного, переход в ядерную фазу очень вероятен, потому что тогда уже, ну, а какие еще средства применять? Да, ограниченная ядерная война сейчас это, в общем, нахронизм не будет. Вполне, это допустимо, вообще изменено, потому что, там, 30 лет назад при всем напряжении, но считалось, что ядерная война это абсолютно, это катастрофа, это апокалипсис. А сейчас, я бы сказал, сознание несколько сдвигается в сторону того, ну, в принципе, да, это ужасно, но как крайнее средство... Последний довод королей. Последний довод королей. Вот, но все-таки это гарантированное нанесение гигантского ущерба противнику, который, в общем, сдерживает от каких-то враждебных действий. Вот в этом факте есть плюсы и минусы, как ни странно, вот то, что война невозможна, потому что все-таки это, конечно, рассуждение из области политической теории, скорее, чем практики, но все-таки в истории человечества война всегда играла роль универсального критерия правильности-неправильности политики и способа формирования иерархии. То есть вот эта расстановка сил, она определялась путем военного столкновения и устанавливалась на каком-то уровне до следующего столкновения. Ну да, кто кому по шее накостыляет, тот и самый главный на планете. Кто самый главный или те самые главные, а потом, которому накостыляли, он, как это говорилось, не обиделся, а сосредоточился, а потом накостылял в ответ. А сейчас это невозможно, потому что даже самому слабому, как мы видим, вот Северная Корея завела себе ядерное оружие, и пойди ей накостыляй. То есть она либо сама развалится, в конце концов, что весьма вероятно, либо она так и будет вот, значит, всех пугать, но никто не рискнет, потому что даже если два заряда взорвутся, все равно сейчас отношение к потерям человеческим другое. Это не Первая мировая война, где, в общем, в конечном итоге, неважно сколько, главное, чтобы пройти до этого марно или куда-нибудь. А сейчас нет, сейчас считают, и везде, и даже в странах, где, в общем, другое отношение к человеческому материалу. И вот вопрос, а как в такой ситуации, вообще говоря, регулировать-то, вот как устанавливается этот баланс? И поэтому мы баланса и не имеем. Это, конечно, слава богу, потому что если мы сейчас начали устанавливать баланс с военными средствами, то многих среди нас уже не было, наверное. Но это такая, я бы сказал, теоретическая задача для исследователей международных отношений. А что теперь или в будущем может служить аналогом войны как критерия, универсального критерия? Да, возвращаясь к вопросу, я думаю, что нет, невозможно, конечно. Более того, я даже не думаю, что сейчас возможны войны, то, что раньше называлось, или не раньше, а вот это как раз недавно появилось, войны по доверенности, то, что называется. Когда в Сирии, допустим, на стороне осадов воюют советские и российские инструкторы, а на стороне оппозиции американские. Мне кажется, даже это сейчас, Россия не претендует на то, чтобы бороться с Америкой в любых уголках мира. Но с другой стороны, все равно напоминает Америке, что бомбы есть, и не суетесь, и не хотим мы видеть вашу противоракетную оборону у нас под боком. Хорошо, Федь, тогда как поворот в другую сторону. Войны не будет? А какого-нибудь осознания того, что мы в одной лодке цивилизационной, это такое осознание возможно? Ну, что такое цивилизационная лодка, тоже критерий нужен, непонятно у нас. То вроде кажется, что мы, да, мы цивилизационная лодка одна на фоне стихии другой, а потом выясняется, что в этой цивилизационной лодке вот у нас совершенно непримиримые противоречия по тому, как относиться, не знаю, там, к однополым бракам, и мы совершенно вообще на этой основе разной цивилизации и так далее. Я думаю, что, возможно, вот какой сценарий применить конкретно к России. Если дальше будет меняться технологически и интеллектуально меняться мир, к чему есть уже определенные признаки, симптомы, то может оказаться, что вот наши традиционные опоры, а это ядерное оружие с одной стороны и сырьевой потенциал с другой, они не могут больше выполнять той функции, которую выполняли. Или, во всяком случае, сокращается эта функция. То есть ядерное оружие будет гарантом того, что нас никто не тронет, но не более того. А сырьевой потенциал на фоне технологического рывка продвинутых стран в сторону резкого сокращения энергозатрат, например, окажется куда менее эффективным инструментом, чем сейчас. И вот в этой ситуации перед Россией встанет вопрос, а чем, собственно, компенсировать вот это отставание? Потому что это очень серьезно. Потому что если невозможна война, то соревнования, которые никуда не денется, Китай, США, там, я не знаю, Восток-Запад, оно переходит, в общем, в экономическую и технологическую сферу. А здесь, ну, прямо скажем, Россия сейчас не представляет собой флагмана. И вот в случае, если мы начнем ощущать вот этот вот отставательный момент, а я думаю, что мы в этот раз, в отличие от Советского Союза, который пропустил его и в результате поплатился, в этот раз мы его ощутим очень быстро, потому что мир другой, все вот на глазах. Вот тут, я думаю, цивилизационная общность в форме необходимости войти в сообщество стран со своим вкладом, пока еще ценным, сообщество стран, которые рвутся вперед, причем это могут быть, это может быть Восток, это может быть Запад, вот это деление, как раз оно может уйти. Но эта необходимость окажется просто насущной. Опять-таки, сорваясь языка, вопрос относительно актуальности по-прежнему деления Восток-Запад. Я к чему говорю, уже довольно давно некоторые продвинутые специалисты в области международных отношений употребляют слова «север-юг». Да, «север-юг» употребляют, но «север» не един, потому что, кстати говоря, вот как раз Россия, она не то, чтобы она выпадает, она просто для себя никак не решит, она кто. Потому что, с одной стороны, мы вроде очевидный север, постимперия, европейская культура, вся политика, в общем, западоцентрична, а с другой стороны, мы очень активно упираем на свою идентичность, как член БРИКС, как страна не западная, а видняющая разные цивилизационные характеристики. То есть, вот куда мы относимся, север... Да, вот еще, значит, уникальное положение России, что юг — это развивающиеся страны, они с низкого старта поднимаются высоко-высоко, или там, как могут. Запад — это страны развитые, которые, вот, они пытаются удержать и подниматься тоже, но медленно, потому что с такого уровня сложнее. А мы в уникальном положении. Мы относились к числу самых продвинутых, потом мы резко упали вниз, но при этом мы не стали развивающейся страной, так как вот даже Китай. А теперь мы ползем наверх, вроде как вместе с развивающимися, потому что быстрее, чем развитые, но при этом по совершенно другой траектории, потому что у нас мы восстанавливаем, а не строим. И в этой парадигме север-юг Россия, мне кажется, вот особенно теряется. Но, в принципе, я думаю, что это деление, оно, конечно, на будущее более актуально, потому что мировые массы, они на юге. И эти массы со все большим сомнением смотрят на север, где не массы, где меньшинство, в общем-то, мировое, но живущее совершенно в другой реальности. А самое главное, несмотря на то, что оно меньшинство, пока что контролирующее все процессы, то есть узурпирующее мировое управление. И это, кстати, вот, мне кажется, в течение ближайших пары десятилетий будет большой вопрос для ООН. Чем легитимировать эксклюзивные права членов Совета Безопасности, постоянных членов Совета Безопасности, которые, собственно, все решают или могут заблокировать решение? Нельзя ссылаться там на войну, которая завершилась сто лет назад. Вот возвращаясь к теме, вот война, тогда это было абсолютно понятно. Вы победили, все, вы сформировали мировой порядок, в котором вы управляете. Потом вы сами переругались, но все равно вот эти привилегии, их в любое время, в холодную войну, противостояние СССР-США было, но они вместе защищали, а вы все идите, мы решим. А теперь как? Когда войны уже нет, и, видимо, не будет такого рода, а вот это вот огромное большинство мира, оно требует своих прав. Демократизация. Вы заказывали, пожалуйста, получите. Вот это вот, пожалуй, самый интересный процесс, а Россия предстоит искать в нем свое место. Федор, все-таки продолжим. Про север и юг, особенно с учетом того, что мы сказали, вы сказали в прошлой передаче, относительно формирования трансатлантического и транстихоокеанского трансатлантической и транстихоокеанской зоны свободной торговли по инициативе Соединенных Штатов и Европы и Соединенных Штатов и союзников Европы в Тихом океане. Хорошо. Вот это, это же классический север, правильно? Да. А Китай там будет? Вряд ли. Потому что, вот, если и найдется стимул, потому что это очень сложный проект, потому что США и Европа, которые составляли единый Запад, тогда это был Запад, сейчас это может быть север, тогда был Запад, в годы Холодной войны, и, кстати говоря, только, потому что ведь Запад до Холодной войны, он не был таким единым, он был там, его объединяла культурная общность, но его совсем не объединяла геополитика. Вот это объединение стало возможным благодаря наличию советской угрозы. Вот она консолидировала и цементировала. Ее не стало, все поехало в разные стороны. Значит, нужна все-таки, но если не угроза, то нужен некий внешний вот этот, драйвер, который будет заставлять консолидироваться. Раздражитель. Раздражитель, да. И этим раздражителем на сегодняшний день никто, кроме Китая, выступать не может. Не в смысле того, что все боятся военной угрозы, как раз в этом смысле Китай пока далек от кондиции Советского Союза и, может быть, даже, скорее всего, никогда ее не достигнет. Но экономически образ вот этого гиганта, который как асфальтовый каток едет постепенно под горку, постепенно набирая скорость, вот этот образ существует. Тут много вопросов, потому что Китай сегодня, вот недавно совсем, на прошлой неделе выбран новый председатель КНР официально. То есть, вроде как, все, смена власти завершилась, но мы видели, что этот процесс был, ну, такой, не совсем, не до такой степени гладкий, как все привыкли. То есть, были какие-то мелкие шероховые, мелкие. Для другой страны вообще никто не обратил внимания. Но для Китая все увидели, что что-то все-таки не совсем так. Поэтому, как будет развиваться Китай, это отдельный вопрос. Но если он будет, вот, тоже сохранить динамику, то, вот этот ужас, что гигантская страна с все более мощной экономикой, огромным человеческим ресурсом, она, в конце концов, всех задавит, вот это может стать стимулом. Но не Китай внутри. Если Китай внутри, ну, тогда, собственно, зачем? Тогда, ну, есть, не знаю, правила Всемирной торговой организации, они, в общем, в той или иной степени всеми признаются. Ну, там, каждая страна, особенно Китай и Россия, пытается по-своему интерпретировать, но, тем не менее. Но, но это очень общее. А вот, если, если ты видишь угрозу в Китае, тогда вот можно эта консолидация как раз, чтобы противостоять, не то, чтобы даже противостоять, а чтобы навязывать Китаю правила игры. Вот в чем вопрос. Кто кому навяжет правила игры? Раньше навязывали военные силы, сейчас это, скорее всего, уже невозможно. Поэтому навязывается просто экономической мощью. Федь, а вот в этой конфигурации, очень сложной, грядущей конфигурации мира, арабские и мусульманские страны, они где будут? Это вот, очень хороший вопрос, на который ответа нет. Ну, судя по нынешнему развитию, арабские и мусульманские страны не будут там, где будет концентрироваться какая-то вот эта вот сила экономическая. Более того, если предполагать, что Запад, осознав свою уязвимость и осознав, что вот это вот историческое преимущество, которое действовало там 500 лет, начинает ускользать, попытается совершить прорыв, а он возможен только в сфере технологической, выход на новый технологический уклад и за счет этого резкое опережение остальных. Вот тогда возникает вопрос, а что, собственно, делают страны сырьевой ориентацией, которые в основном представлены среди арабских? Сейчас энергетическая безопасность сегодня, это прежде всего трактуется как безопасность потребителей. Вот потребителю нужна гарантированная поставка. Если эта ситуация будет как-то меняться за счет внутреннего открытия новых внутренних резервов в Европе, в Америке за счет энергоэффективности, тогда энергетическая безопасность поворачивается другим концом для поставщика, чтобы у него были гарантии сбыта, потому что страна, которая живет за счет сбыта ресурсов, а что она будет делать, если его не будут покупать или будут покупать по кратно более низким ценам? Ну и тогда, в общем, у этих стран возникает фрустрация и желание как-то все изменить другими способами. Поэтому вот с Ближним Востоком, мне кажется, это очень большой вопрос, где он окажется и, например, если предположить, что прогнозы Международного энергетического агентства верны, и Америка выйдет на энергонезависимость в 20-е годы, и, соответственно, интерес к Ближним Востоку как резервуару резко снизится, это станет периферией. И тогда что? То есть мы-то привыкли за последние 50-60 лет, что это вот центр, потому что всем надо. А если не надо? Хорошо, а что? Вот на что способны, я не знаю, монархи Персидского залива, которые сейчас поставляют нефть и Китаю, и Соединенным Штатам, и Европе? Им что, вот войной идти? Или куда направить гнев людей, которые и так, в общем, не сильно жируют, а потом им скажут, и мир какой-нибудь местный, ребят, простите, нефть никто не покупает, поэтому сами, а что там сами в этой пустыне делать? Вот куда канализировать недовольство? Что, они войной в Европу не пойдут? Ну, в Европу они не могут пойти войной, это все-таки совершенно не та военная мощь, сколько бы Саудовская Аравия не покупала военную технику, в общем, она не для войны. Нет, я думаю, что ответ может быть скорее идеологически, религиозный. Ну, собственно, я не хочу сказать, что Саудовская Аравия ни в коем случае, не хочу сказать, что Саудовская Аравия стоит за терактами 11 сентября, но вот, в общем-то, это модель, когда прилетают люди непонятно откуда, просто захватывают самолет, им не надо ничего, им надо только силы веры и элементарные умения направить самолет в нужную точку. вот такая модель более вероятная. Я учитываю, что параллельно происходит, ну, в общем, увеличение исламского элемента, скажем, в Европе в первую очередь, то есть, это будет внутри уже. Конечно, тут вот возможности для какой-то игры такой нехорошей, они существуют. Другое дело, что таким методом заставить покупать сырье невозможно, но можно, по крайней мере, обратить внимание на проблему и каким-то образом потребовать вовлечения себя вот в этот новый мир. Последний, короткий вопрос. Ближний Восток не замкнется в себе вот в выяснении, кто там главный волк? Ну, Ближний Восток может попытаться замкнуться в себе, то есть, вернее, на первом этапе, безусловно, потому что сначала надо внутри себя выяснить. Там есть фактор Израиля, который не надо забывать, и вот это вот американцы бросить не могут, поэтому, наверное, их интерес сохранится в какой-то степени. В студии «Голоса России» главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов. Фёдор, спасибо вам большое. Мы увидимся через неделю. Россия в глобальной политике Россия в глобальной политике Видеоверсия Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова